Ученые России и Норвегии ежегодно встречаются, чтобы обсудить вопросы промышленного рыболовства и научных исследований в области океанографии. Сегодня в Мурманском институте морского рыбного хозяйства Пенро подписали протокол, в котором отражены достигнутые договоренности. Вопреки политическим санкциям, научное сотрудничество с Северным королевством не прекращается. В распоряжении научного флота Мурманского Пенро четыре судна, три из которых действующие. Спрос на исследования, в том числе коммерческие, а это треть дохода института, есть всегда. А вот в чем мы уступаем норвежцам, так это с современными технологиями. Но дорогостоящему оборудованию наши специалисты противопоставляют асимметричный подход, который на практике оказывается в разы дешевле и эффективнее. Очень важно в Баренцевом море знать, каким образом изменяются течения и каким образом обновляется вода в Баренцевом море. Норвежские специалисты для этого используют сложное дорогостоящее оборудование. Российские специалисты подходят другим путем. Мы измеряем химический состав воды, который является отражением всех этих процессов. И второй подход, на удивление, работает лучше. Ученые Норвежского института морских исследований в Бергене и мурманского Пенро занимаются похожей работой. Так что на конференциях, которые проходят каждый год по очереди у нас и за рубежом, научному сообществу есть о чем поговорить. Одна из общих тем – это биологический запас. Не секрет, что рыбаки обоих стран считают, ловить в Баренцевом море можно гораздо больше. Экосистема в Баренцевом море находится в хорошем состоянии. Если 50 лет назад мы об этом не задумывались и ловили трески или мойлы столько, сколько получится, то наступал период депрессивного состояния, когда мы вообще с вами ничего не ловили. Любые замечания рыбаков и мы, норвежские ученые, принимаем его внимание, мы обсуждаем. И всегда идем навстречу, если это может быть. Политический климат, как беспокойный океан, постоянно меняется. Несмотря на это, ученые приграничных стран успешно сотрудничают уже более полувека. Санкции для них не проблема, хотя, например, те же цены на топливо заметно выросли. В остальном из опыта прошлых лет понятно – никакие политические разногласия не способны прервать обмен информацией. Да и разорвав эти связи, можно нанести непоправимый вред экосистеме Арктики. Сотрудничество между учеными, наверное, самое плодотворное, что касается российско-норвежского сотрудничества. И совместные исследования в Баренцевом море являются ценными и полезными. Специалисты-океанологи не только участвуют в совместных конференциях, но и вместе ходят в экспедиции или работают по обмену. На сегодняшней встрече представители исследовательских институтов Мурманска и Бергена подписали протокол, который, по сути, является планом работы на ближайшие два года.